как дела джентльмен один из вас задал мне очень интересный вопрос за который большое спасибо звучал он так игорь как ты считаешь как бы выглядел идеальный тренажерный зал во времена силачей прошлого давайте попробуем подумать что могло бы быть идеалом 100 лет назад я думаю что прежде всего это было бы это моя опять же фантазия на эту тему свои мысли пишите в комментариях думаю что первое что это бы был большое помещение с хорошо с хорошей вентиляции с хорошим проветриванием возможно с большими витринными окнами которые открывались и можно было дышать потому что во всех книгах и лебедев и акиншмитт и многие другие делали акцент на то что нужно обязательно хорошо дышать это первое много воздуха светло в так по оборудованию оборудование обязательно много гирь это само собой разумеется потому что тогда именно с работали второе это шаровые штанги гантели бульдоги для того чтобы можно было выполнять все возможные упражнения ассортимент который был очень обширен очень велик напоминаю о гирях книгу я написал там 200 упражнений с гирей вы даже себе представить не можете какие интересные упражнения можно выполнять с этим великолепным снарядом переходите по ссылкам в описании приобретайте интересуйтесь причем там есть как раз рекомендации силачей прошлого описание их достижений их короткое жизни описание в общем считаю что обязательно было много железа были бы гимнастические приспособления такие как непременно кольца даже пётр крылов говорил что несмотря на то что мой отец слишком стар 35 лет он все равно выполняет упражнения на кольцах то есть у него даже кольца у родителя дома были в общем были бы кольца были бы обязательно канаты а мы это и можем видеть если проанализировать фотографии старые того же зала ну не зала а скажем так клуба сандова то там висели канаты длинные были бы гимнастические разные приспособления такие как конь батуты и все прочее и обязательно были бы трапеции трапеции это турник подвешенный на подвижных либо кольца в либо цепях либо стропах в общем вот это обязательно было присутствовала и думаю непременно бы главной фишкой зала было бы количество единомышленников сейчас в залах очень мало людей которые заряжены чем-то какой-то одной целью один хочет руки накачать другой пресс хочет накачать я тоже хочу руки накачать тоже хочу выглядеть хорошо и за это уже нормался на хейт ну в общем суть том что все равно более глобальных целей и заруб между участниками джентльменских клубов не было нет сейчас а тогда как раз оно и было каждый пытался проявить себя в каком-то движении стать лучшим кто-то жал хорошо на папа кто-то много толкал и прочее и вот эта атмосфера она позволяла прогрессировать в разы быстрее чего бы в зале не было так это девушек ничего под дурного не подумайте но просто девушки в зале они расслабляют атмосферу потому что иногда заходишь зал всех девочек тренера поставили раком 1 тянет раком другая 30 сделает раком 4 дельту заднюю раком делает 5 просто рак если нужно поднимать нужно поднимать тяжело нужно максимальная концентрация а не отвлекание на женские прелести а сейчас подчас спортивная форма такая что слюнки текут и ни о чем другом ты их кроме как о девочке об этой думать не можешь поэтому важный момент это то что было атмосфер это 32 на секундочку на всякий случай кто будет спрашиваю ой-ой-ой-ой солнце глаза надо вернуться заслепила свалилась самое главное чтобы было это тренер тренер который болеет за каждого из своих подопечных сейчас можно сказать клиенты можно сказать там гости клуба но я считаю что нужно называть подопечные потому что те люди под которые под твоей опекой ты будешь стараться сделать им максимальный результат добиться того чтобы они не травмировались и получили максимальный выхлоп от каждой тренировки поэтому вот тренер который рулит всем процессом в зале это самое необходимо вот на мой взгляд так должен был бы выглядеть идеальный зал в принципе как прошлом так и сейчас в настоящем потому что сейчас за этими телефонами тренера редко замечаю что вообще происходит у них под носом даже с персональными клиентами а я уже не говоря именно клиентами за подопечных бы я думаю совсем другой разговор был всегда нужно человека тренировать так как бы будто бы ты тренировал своего сына свою дочь свою маму папу и так далее вот тогда будет толк но об этом мало кто сейчас помнит и это прискорбно а в те времена это было поэтому такая скажем лирическое отступление подходит еще один сделала вы пока свои наброски сделайте как вы видите идеальный тренажерный зал он не включает себя максимальный ассортимент тренажеров которые можно использовать под разными углами он включает себя отношения и рвение рвение мотивацию тех кто там находится поэтому возможно в условиях карантин этого долбанного коронавируса как раз рвение мотивацию и единство вы сможете обрести на этом канале заходите подписывайтесь у кого еще подписаться горит красненьким ребята это не дело подписывайтесь обязательно рекомендуйте своим друзьям еще никто повторюсь никто ни разу не послан человека подальше который порекомендовал гири в основном я слышу то что мне порекомендовали гири и все для меня мир изменился и это тоже очень важно чтобы мы заражали всех окружающих идеи пропаганды того что не нужно зак и зацикливаться на месте на времени на упражнениях нужно просто получать кайф кайфа тренировок и это самое главное в общем мое такое вольное размышление в перерывах между уже и прогорела там все работа еще осталось обычный жим поделать классический солдатской стойки и будем жарить мясо